Вот, я включила. Есть? Завтра будет день практики, как себя гладить, как с собой общаться, с телом, как с ним разговаривать, настолько нежно, как дойти глубже до боли, это будет завтра. Сейчас такой обзорный экскурс во все вот это. Да, и поэтому я хочу задеть еще одну тему про зеркальность Вселенной, про зеркальный эффект. Самая неприятная вещь, которую обычно слышат или не слышат, ладно, неважно. Ответственность начинается с самого момента, как вы, как сознание, входите в тело. Те, кто занимались холотропкой, очень четко вспоминают, что в утробе они достаточно осознанно выходят из тела, заходят в тело, переживают вот это, ощущают вот это, размышляют, думают, осознают, получают импульсы от мамы из внешнего мира. То есть это сейчас мы уже забываем о том, насколько мы осознаны были уже с самого первого момента, когда входим в это маленькое тело, которое потом развивается. И поэтому ответственность, ответственность, она на вас с самого первого момента. Вы вошли в тело, все, крестик поставлен, магнитик работает, все следствия ваших мыслей, действий, эмоций, чувств, все притягивается к этому магнитику. И неважно, куда вы пытаетесь сбросить эту ответственность. Это мама виновата, это все из-за того, что папа так говорил. А это мне во дворе сказали, что со мной не будут дружить, поэтому я согласился с тем, что мир такой, да, хорошо. Я отказался от своих высших ценностей, чтобы со мной во дворе играли, когда там 5-6 лет. Все это мы делаем осознанно, очень осознанно. Мы уже тогда понимаем, ага, я потеряю друзей, я потеряю внимание, я потеряю чувство сопричастности с неким кругом людей. Если я буду придерживаться своих принципов, своих ценностей, это немного неудобно и неуютно, если я чувствую вот это, если для меня мир вот такой, а мне, говорят, нет, мир другой, если ты будешь и дальше продолжать верить в свое, мы перестанем с тобой общаться. А также и родители говорят, хватит эту ерунду нести, начинаю жить нормально. Сколько уже это можно? Одно и то же, одно и то же. Становись серьезнее, взрослей. Один из главных уроков, я заметила, что как невыруливый по работе с человеком, по всем этим нейронным связям, упирается все в одно – предательство себя. Предательство либо своего тела, либо себя как сознания. То есть либо предательство своего тела, вы перестаете слышать свое тело, оно говорит, нужно туда, вы говорите, да ладно, забили, нужно туда, нет, я этого не хочу. Либо как сознание себя – предательство, то есть у вас есть высшие ценности, ну реально. Есть такие вещи, в которые вы еще с детства очень капитально верите. Да, мне понравился видеоролик чувака, который защищал вегетари... Ну, про… Ну, который такой он классно все-таки расставлял, и он… Сейчас я потеряю вообще мысль. Да, реально, потеряла мысль. Есть видать из детства, когда в детстве… А, да, вспомнила, и он классно говорил, типа, в детстве мы со зверюшками играемся, это наши лучшие друзья, мы вырастаем, и мы начинаем их кушать. У нас есть, уже в детстве, у нас очень четко есть свои ценности высшие. Это преданность, это внутренняя связь от сердца к сердцу с другими людьми, с другими животными, с деревьями. Она никуда не девается до момента, когда мы начинаем отказываться от этого всего, что неудобно другим людям, которые дают нам еду, которые дают нам внимание, одобрение, деньги и так далее, и тому подобное, работу. Так страшно оказаться в одиночестве, в огромнейшем мире, где нету Вселенной, потому что, когда не чувствуешь Вселенную, ты прекрасно понимаешь, ты в этом мире один, всем на тебя насрать. Есть только ты и то, что ты сделаешь, чтобы сделать свою жизнь стабильной. И совсем другое, когда ты чувствуешь это единство со Вселенной, которое стоит тебе чуть-чуть ослабить свою хватку, она берет тебя в ладошки и говорит, да все же нормально, расслабься, я сейчас все сделаю. Вселенная — это такой огромнейший вихрь, да? У нас есть логика стабильности, есть вот зона комфорта. Логика константа стабильности, я еще говорю, она есть в зоне комфорта, когда есть вещи, которые не должны изменяться. У меня есть человек, вот желательно, чтобы он всегда был рядом со мной, да? Любовь до гроба, неважно в каком качестве, главное до гроба, вместе. Желательно помереть в один день, тогда точно счастливая любовь, все поверят, мы же в один день умерли. Что-то должно быть очень стабильным для того, чтобы вы понимали, да, все хорошо. Что-то не изменяется в вашей жизни, и тогда все хорошо. Во Вселенной тоже есть эта константа стабильности, только это постоянные изменения, это постоянные изменения. Такой хаос, огромнейший хаос, вращается Вселенная. И в этом огромнейшем хаосе, который вращается, летит, например, Наташа, и такая, ой, как все нестабильно, оно же все вращается, это же целый торнадо, так, нужно для стабильности. Вот этот телевизор, да, о, теперь я летаю вместе с телевизором, супер, а еще нужно другого человека, да. О, и тебя, ну, что, не хочешь? Надо проманипулировать, что-то тебе предложить. Может, ты чего-то хочешь, да? О, все, договорились, и теперь я вместе летаю. Вот в этом огромнейшем вихре я держу телевизор человека, работу, еще что-нибудь, и вот в таком напряжении я летаю в этом вихре, в жизни. Вселенная нестабильна, я вижу, что она небезопасна, это же целый хаотический вихрь, непонятно, куда он тут вот в следующий раз повернет, куда меня забросит. Зато у меня есть вещи, которые я не отпускаю. Они всегда со мной, телек и другой человек. Они всегда со мной. Значит, все окей, все классно, куда не забросит, у меня есть зона комфорта. Так вот, вселенная может начать о вас заботиться тогда, когда вы прекращаете быть в таком перенапряжении, зажимать разные вещи к себе, держать их, и говорить, это мое, это мое, вот, это мой человек, это мой телевизор, это моя квартира, и вообще... Некуда, все занято. Да, уже все занято. Ну, как бы, ты говоришь, ты это все держишь, и говоришь, а я хочу единство, просветление, счастливая жизнь. Нет, пусть и телевизор людей, и всех остальных, кого ты так крепко держишь. Вселенная сразу же начнет тебя направлять куда надо, там, как отправит тебя. Если ты не чувствуешь, что она живая, что она все время о тебе заботится, если ты этого не чувствуешь телесно, то нормальная реакция, страх, куда это меня занесло, нужно быстренько что, похавать телевизор и человека найти, да-да-да-да, и руки так нервно трусятся. Получилось отпустить ненадолго, а потом, ай, неизвестность, ой. Ну, блин, единство — это известность, счастье — это известность, это все известность. Так, все это время прошло для меня очень быстро, а сейчас я начинаю забывать, что я хочу сказать. Хорошо. Я хотела поговорить про зеркальность Вселенной. И вот этот крестик ответственности, который начинается в этом теле с момента, когда вы в него входите, вы такие, хватаете это тело, мое, поставили крестик, окей. Даже если вы из него выходите ночью во сне, крестик все равно остается на этом теле. И все следствия ваших действий, мыслей, эмоций будут направлены на это маленькое тело, которое говорит, о-о-о-о, как все запущено. Оно не понимает, что оно делает, да, с ним, с нами происходят эмоции, с нами происходят чувства. Я только что разозлился там, не знаю, на свою жену, нажал на нее, а потом пошел просить прощения. Ну вот оно так произошло, ну так уже случилось, ну что я сделаю? Подожду следующего момента, когда еще раз так случится. Может быть, я смогу ухватить тот один момент, когда я смогу быть осознанным и не наорать на жену. А что же тогда буду делать? Если я не буду на нее кричать, я подавлю свои эмоции и чувства. Так нельзя. Если я на нее ору, она обижается, ей больно. Так типа тоже вроде не очень хорошо. А что делать-то надо? И начинается ступор. А реально что делать? А некоторые прикольно говорят, ну нужно вылить этот поток на человека, а потом сесть и подумать. Я говорю, ничего себе, тогда нужно предупреждать. Милая, сейчас и такой поток матюков, агрессии. Ничего, да? И опять тынь-тынь. А потом садишься и думаешь, а что же это было? Если оно уже так выливается, вырывается, вы не в состоянии контролировать. Ну естественно, тут уже только скорая помощь, объятие, коммуникация. Огромнейший навык, который реально почему-то упущен. Коммуникация, смотрите. Вот эта ответственность, она напрямую очень сильно связана с тем, насколько мы можем общаться сами с собой, то есть со своим телом и с другим человеком. Постоянная обратная связь. То есть у нас есть ответственность за свои чувства, эмоции, мысли и действия. То есть наша ответственность осознавать, почему мы сейчас чувствуем агрессию, почему вот она начинает накатывать, почему вот сейчас я уже, я чувствую, что там оно в глубине поднимается. Вот сейчас нужно сесть и понять себя, а не сказать, ну так оно же еще не поднялось, я могу еще заняться чем-нибудь. Вы занимаетесь чем-нибудь, подходит ваша жена, там что-то вам говорит, и вы такие, а да сколько можно? И какую-то гадость ей говорить, она такая в обиде уходит. Вас спрашивают, а почему ты не осознавал? Ну как оно внезапно началось? Какое внезапно? Ты чувствовал, что оно в глубине уже дискомфорт начинается. Вот этот дискомфорт и надо было смотреть. В тот момент, когда ощущаешь какой-то дискомфорт, ощущаешь это отсутствие умиротворения, отсутствие легкости, ну значит уже сигнализация работает. Если нет чувства умиротворения телесного, сигнализация на полную фурычит. А если этого чувства нету долго, ну так извините, она уже долго орет, орет, а вы не слышите. И вот умение разговаривать с самим собой буквально, чтобы понимать, а что вы чувствуете, а почему вы это чувствуете, а почему вы чувствуете это, а не вот это. Вы же хотите испытывать умиротворение, а чувствуете там обиду, гнев и все время. И вроде я понимаю мозгами, да, а реакция все равно вот одна и та же. Умение общаться со своим телом очень важное, потому что потом, когда мы встречаем другое тело, нам нужно как бы общаться с этим телом тоже. А так вот насколько мы общаемся со своим телом здесь, настолько у нас рождается общение с этим телом. Имею в виду искреннее, открытое, а не в смысле бла-бла-бла, чтобы затащить в постель, потому что там общение работает очень сильно. Я что-то называю это скучной вещью, когда у вас есть человек, который вам нравится, он вам нравится, вы начинаете общаться, но начинается куча недопониманий. Вы говорите одно, он слышит другое, он говорит одно, вы слышите другое, вы начинаете общаться дальше без субтитров. Я это называю субтитрами. То есть когда человек говорит, например, я тебя люблю, вот я когда говорю человеку, я тебя люблю, я стараюсь тут же давать субтитры. Это значит, что я люблю тебя как холодильник, как стену, потому что я чувствую к тебе огромнейшую нежность и вижу твою красоту. Это значит, моя фраза, я тебя люблю, а не в смысле я без тебя жить не могу. То есть если я не дам эти субтитры, человек услышит свое. И вот это самое скучное дело, это же нужно постоянно общаться. Это задалбывает. Все время говорить другому человеку, что ты подразумевал, говоря вот это. Спрашивать у него, что он чувствует относительно того, что ты только что ему сказал. И потом еще спрашивать у него, а что он вообще просто чувствует, а чем он живет, а что он сейчас думает. Вот это вот как вызвать, большая проблема, как вызвать живой и искренний интерес к тому человеку, который вам нравится. Живой и искренний интерес. Ну как это? Я знаю, что я от него хочу вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Это понятно. Живой и искренний интерес. Откуда его взять? Он не получается, пока внутри есть все эти вот дыры, которые нужно восполнить чужой нежностью, чужим пониманием, чужой поддержкой. Огромнейшая вещь — это поддержка. Наверное, даже больше, чем нежность, когда есть кто-то, кто вам скажет, все у тебя получится, я с тобой, все хорошо. Это даже больше иногда работает, чем тебя просто обнимут и все. Потому что здесь ты чувствуешь уверенность изнутри, сразу такая сила появляется, сразу ты можешь делать больше. И только если этот человек исчезает из твоей жизни, сразу все разваливается, на куски разваливается, потому что склеено было на чужом клее, не на вашем. И поэтому все разваливается, и поэтому больно. И больно не от того, что человек ушел, а от того, что поддержки больше нет. И вот живой искренний интерес — один из реальных показателей, что да, вы уже начинаете видеть живого человека за потребностями от него что-то получить. Когда вас интересует его внутренний мир, не просто для галочки. Милый, ты пришел домой, как твои дела? Бу-бу-бу-бу-бу. Ой, как хорошо. Бу-бу-бу-бу-бу. А о чем ты думаешь? Бу-бу-бу-бу-бу. Ну ладно, я пошла готовить кушать. Все. Не в этом смысле, а в реальном интересе спросить, а почему ты бу-бу-бу-бу-бу сейчас? А я вот не слышу, что ты говоришь. А не просто так для галочки. Я услышала, что-то он... Я задала вопросы для галочки, он чего-то там ответил. И это, в общем-то, не суть важно, что он ответил. Главное, я хорошая жена. Я задала вопросы, когда он пришел домой. Значит, все будет хорошо. Про ответственность. Блин, я все время съезжаю из зеркальности. Так вот, ответственность начинается с самого первого момента. Бывают у вас в жизни моменты такие, когда вы смотрите назад и говорите, вот у меня есть мечта, я хочу это достичь. У меня сейчас не получается этого по разным причинам. И такая тоска врубается, такое сожаление, что типа, вот если бы в детстве все было по-другому, если бы в детстве или в подростковом возрасте вот вместо этого у меня было вот это, вот тогда бы сейчас моя жизнь была другой. у кого бывают такие вот ощущения? У нас было еще иногда такие. Бывает наоборот. У нас было еще иногда такие. У нас было еще иногда. Бывает наоборот. Либо все с нуля вот начать. Вот буду знать теперь, что есть такая штука. Либо все с нуля начать, либо чтобы была вот эта возможность. Ну вот это есть, чтобы была вот эта возможность еще раз начать с нуля. Чтобы вернуться... А вот эту точку, с которой где-то ты повернул якобы не туда. Да. Но факты не воспринимаешь, это что ты повернул не туда. Это воспринимается обычно как легкая такая несправедливость по отношению, вернее, со стороны Вселенной к нам. Но как это так? Я, например, с детства люблю рисовать. Но люблю же рисовать. Все время рисую. А Вселенная не дала мне пойти в рисовальную школу, в художественное училище. Увела меня куда-то в другую сторону. Как так получается? Ведь она видит, что я... Я люблю рисовать. Это там, где я чувствую себя вообще офигительно. Как так выходит? Ведь Вселенная безопасна. А потом находится в вашей жизни один такой момент, когда у вас была возможность пойти в эту рисовальную школу. У вас была возможность пойти в худучилище. Но вы принимаете решение из страха, или из страха перед кем-то другим, или из обиды, или из боли. И вы говорите, нет. Идете в другую сторону. Потом этот момент, нет, он очень хорошо затирается. И вы вырастаете, и вы думаете, блин, если бы тогда у меня была возможность пойти туда-то, у меня бы сейчас вся другая жизнь была. А была возможность там всегда, когда она, сожаление, когда рождается внутри сожаление, на всю сейчас свою жизнь, что если бы было по-другому, если бы было иначе, то там есть момент, за который вы не берете на себя ответственность за ваши мысли, действия или чувства. Каким-то образом вы отказались от того, когда была эта возможность. И вы говорите, это не моя ответственность, так получилось. Я испугалась, там, не знаю, я проспала, я опоздала, я забыла, мне было больно, и поэтому я накричала на этого человека, и он ушел, а теперь у меня вся жизнь вдребезги. Это так произошло, это я не специально. Даже бывает, что берешь ответственность за то, что ты сделал не так, а потом, наоборот, с чувством вины приходит, что я тогда себе как бы наступила на свое горло, грубо говоря, с счет чужих интересов, не сделала так, как я хотела сделать, вот теперь я вот тут, грубо говоря, и идет, например, наоборот, такое чувство вины, не знаю, в общем... За что вины? Ну, на себя же, что ты сама себе как бы сделала вот такое вот, что имеешь. Не на Вселенную то же самое, то есть не на Вселенную. Ты же не на Вселенную начинаешь давить тем, что, ну, как бы, чувство вины за ту ситуацию, что ты могла сделать, но не сделала. То есть еще, как бы, еще круче. Ну да, это когда... Так это следующая стадия, когда вы вспоминаете, где вы там отказались от этой возможности, и наступает вот эта стадия чувства безысходности и чувства вины. Я теперь ничего не могу вернуть назад, не могу этот выбор сделать нормально. Как я мог так просрать всю свою жизнь? Как я мог так поступить? И начинается. Была одна таратайка, началась другая. И все еще что не происходит? Реальное действие того, что вы хотите. Либо чувство вины, либо сброс ответственности. Вот это два конца одной палки. Либо я сбрасываю из себя ответственность, либо когда я вижу, что да, это была моя ответственность. Как я мог? Все еще нету одного. Действий. Действий. Те, которые вы хотите сделать. А вот чувство вины, это, конечно, офигительная вещь. Потому что вот жалость к себе и чувство вины, это все еще те инструменты, которые не дают вам действовать. Они говорят, вы как бы жалите себя, говорите, ой, это так плохо, да, я сделала плохо, я признаю, что это неправильно, все отлично, я вижу свою ответственность. Смотрите, я так бечу из себя, так себя наказываю, я лишаю, я все еще лишаю себя того, чего я хочу. Смотрите, я вижу, что я тут не приняла свою ответственность. Кому это вы показываете? Когда идет чувство вины, вы кому показываете, что да, вы понимаете, какая жопа произошла из-за того, что вы не приняли на себя ответственность себе, другому, вселенной. Ведь можно понять, осознать это, да, вот здесь вот я налажал, вот нормальное взрослое отношение, да, вот здесь вот я допустил ошибку, окей, я понимаю, я начинаю понимать, да, анализировать, размышлять, я понимаю, почему здесь в тот момент я сделала именно вот так вот, по каким причинам, какие чувства я испытывала, почему я не сделала то, что хотела, когда я понимаю, как это работает, когда я понимаю, почему я так сделала, чувство вины не возникает, потому что я подхожу профессионально к этому моменту, не смысле по-детски, ой, мама, смотри, я себя бью, видишь, я все понял, а именно профессионально. Мне очень понравилось, папа меня этому научил, что профессионализм, он проявляется в любой сфере, будет работа, дом, творчество, хобби, любая сфера вашей жизни, но профессионализм заключается в том, что если вы что-то понимаете, то проявляется у вас в действиях, когда вы понимаете, почему вы вот так вот сделали, у вас автоматом появляется телесное ощущение, чего вы там хотели избежать, чего вы там боялись, какая там у вас боль, вы туда погружаетесь, но это завтра будем говорить, реально, что там дальше делать, потому что тема вообще, ну, намного времени. И когда вы это понимаете, этот механизм, то вы дальше выходите из него, и какой смысл винить себя? Нужно делать, ну, нужно просто делать, у вас рождается нормальное, естественное желание, все, я пошел это делать, я понял, почему там я сделал вот так, а теперь я иду и делаю так, как я хочу сделать, хочу сделать сейчас. А когда есть требование к себе, то вы видите, у вас ответственность, вот вы налажали, вы сделали тут всякую фигню, если у вас сильная требовательность к себе, тогда врубится чувство вины, чтобы себе же и показать, смотри, смотри, запоминай, так делать нельзя, так делать нельзя, а зачем это? Какой смысл этих действий? Вы телу делаете лучше? Вы себе делаете лучше? Вы все еще не достигаете того, что приносит вам счастье? Поэтому вот эти вот требования к себе, которые разделяют мировосприятие на хорошее и плохое, тогда есть плохие действия, чувство вины, прощение, вернее, нет, плохие действия, чувство вины, само наказание, прощение, и снова, и снова, и снова, потому что мы все равно будем выходить за свои же рамки требований. Либо ситуации, которые происходят, понимание, почему так я, делаю, почему я так чувствую, почему я принимаю именно такое решение, простое детское почему, 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 которое задолбывает родителей, да, сколько можно уже спрашивать, почему, есть интернет, погугли, так вот, когда вы понимаете, почему вы так сделали, почему вы именно это чувствовали, и главное, почему вы приняли именно такое решение, то автоматом рождается легкость от понимания такой ситуации, «Боже, все, въехал, пошел делать». И моменты, когда мы сбрасываем с себя ответственность, они продолжают повторяться в нашей жизни до тех пор, пока мы не увидим, что мы снова здесь, и здесь, и здесь, на одном шаге, на одном моменте, все время на одном и том же моменте сбрасываем с себя ответственность. Поэтому, опять же, можно не копать глубоко, можно найти ситуацию, которая происходит уже сейчас, уже сегодня, уже вчера или завтра, которая произойдет, и смотреть, «Ага, это повторяется!» Ну, это как бы достаточно легко увидеть, да, те моменты, которые повторяются, потому что мы сами садимся и недоумеваем, «Так, чего я еще не догоняю, что оно снова и снова происходит в моей жизни?» Где-то сбрасываем с себя ответственность и говорим, «Либо это ответственность Вселенной, либо оно так само происходит, либо, ну, значит, на то воля высшая». Окей, только оно будет повторяться, пока вы не поймете, почему вы принимаете такое решение. Так, это про ответственность, а я хотела про зеркальность Вселенной. Сейчас. Кто читал или кто использует в своей жизни эффект зеркала? О, круто! Еще раз? Можешь объяснить, что для тебя эффект зеркала? Для меня это способ понять себя. Мне это еще пришло, до того я познакомилась с тобой, и я это увидела в себе, когда я разговариваю с кем-то или кто-то с кем-то разговаривает. Такое ощущение возникало, что два человека друг друга не видят, между ними что-то стоит. Каждый разговаривает сам с собой. Они закидывают друг друга, друг друга не понимают. Такое. Вот. И когда я это увидела, оно отразило просто все-все мои, скажем так, стереотипы, или как это можно сказать, шаблоны. То, что я упиралась там каждый раз в одно и то же. И оно становилось тоньше, чище, дальше. И теперь мне просто даже интересно выискивать эти зеркала и просто наблюдать, что же там отразится. Где еще, да, эти моменты? Да, где еще, что еще я не могу принять в себе или скрываю от самой себя или прячу что-то. Ага, спасибо. А классная фраза, когда мы говорим, я же сам, что я, сам с собой что-то разговариваю? Да? Гениально, да. Что ж такое-то? Я же сам с собой что-то разговариваю? А вот для тебя что? Эффект зеркала? Ну, когда Вселенная посылает таких людей, которые у которых такие же проблемы, как у меня. А как ты понимаешь, что это вот сейчас работает эффект зеркала? Он же постоянно работает? Нет, он постоянно работает. Как ты понимаешь, что вот в этом месте это твое, а не его? Человек раздражает. Ну вот, я же спрашиваю другого человека. Ну да, когда возникают сильные эмоции. Сильные эмоции? Какие сильные эмоции, например? Раздражение. Ну вот, видите, вы уже подсказали, неинтересно. Судистого. Можешь рассказать про скафандры и 4 часа смеха в суши-баре? Про то, что люди общаются сами с собой. Ты будешь держать? Да, я буду держать. Окей. А это был прикольный момент. Я... Ой, даже не знаю, с чего начать. Как там было? Ты же генерировал божественности. Да, ты генерировал божественности. В общем, короче, я умею генерировать на состояние, очень клевая там картинка есть у меня божественность называется. Вот. И на него смотришь, когда начинаешь резко понимать. Ну, это на мне она так работает, моя божественность. Я резко начинаю понимать фишки, которые я там до этого вот так не понимаю, что происходит. Только посмотришь на картинку, я называю, там, дозу взять. Дозу возьмешь, такой, а, точно, как я этого не видел. Мы как-то сидели с Наташей в суши-баре, и что-то я тупил-тупил очень сильно. Я возлеал на картинку, смотрю, 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 и тут до меня начинают доходить очень многие вещи, которых я до этого не понимал. Что происходит? Ух ты. Я выключил, наверное. Вот так. Сейчас, подожди. Раз, два, три. Можешь, можешь вспомнить как раз тот момент, почему началась смех по скафандру. Почему? Почему начался, помнишь, про скафандр? Смех этот, почему начался. Ну, я Антонина такой. Помнишь, Антонина, что-то он накануне Антонина на меня наехала, я точно в этот момент. Все, можно включать. Раз, два, три. Ну, как? Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выключаем. Подарейки все. Да нет. Да нет. Это перезагрузка. Да, это перезагрузка. Без нее. Все. Все, можно продолжить. Накануне. Накануне этого дня я жил в Одессе, когда я жил, когда Наташа поехал в Одессе, жил в хостеле. и у меня была там такая женщина, она хозяйка этого хостела. И накануне Наташа приходила с ней поработать. Она сама попросила. Да, она сама попросила. два часа с ней поговорила. И в общем, из нее поперло говно очень сильно. Очень сильно. Ну, она женщина в летах, то есть, 50 лет ей. и она там закостенела, видимо, и вот из нее, она причем еще очень эмоциональная женщина, она начинает что-то говорить, и у нее эмоции просто вот на тебя просто выплескиваются. И она знала, чем я занимаюсь с Наташей. Она хотела, чтобы я с ней поговорил, и при этом все это на меня врушилось. Просто нереально. Ну, как бы, если бы я не понимал, что это вот, как бы, ко мне не относится сейчас, и она просто, то там было бы страшно, потому что, реально мне делать, и я вот сделала, такой, «Ого!» Вот это да, вот это тетка дает. И вот она поговорила, я пыталась ей как-то помочь, в общем, мы с ней 6 часов до утра с ней, я и так, и сяк, я и то, и третье, и десятое. Потом утром пришел, встретились с Наташей, я рассказал эту фишку, и потом начал, смотрел на картинку, и мне надо сам доходить. Это все это время, когда она орала на меня 6 часов, вот эти какие-то эмоции, она разговаривала сама с собой. Я бы знаю, оно как такой скафандр вокруг человека, он бы представился мне, что она вот и кричится, бачится там, сама с собой, сама себе же и говорит, то есть ей отзеркаивается просто, она там злится, она там, «Во-ва-ва-ва-ва-ва-ва!» «Да ты такой город!» «Всякие вещи!» «Вот она же такая плохая!» «Да она там темный ангел!» Вот, и она все сама себе, то есть, ну, там где-то она, чтобы себя не понимать, вот, и она все себе говорил, и я тогда на следующий день смотрю, думаю, вот это да, она сама с тобой разговаривает, и я у меня просто порвала, когда я думаю, я давай, ну, и другие моменты тоже вспоминать, другие ситуации, Наташа говорит, давай вот эту ситуацию, я, ха-ха-ха-ха-ха, ну, потому что сразу меня, я, включая меня, самого, когда я с Наташей разговариваю, Наташа такая, ты представляешь, Знаешь, как мне ржачно было внутри, когда ты начинаешь такой, серьезный со мной, там, вот Наташа, мне плохо, вот такие-то здоровские штуки у меня, представляешь, говорит, ты сам с собой все это время, и я это увидел, ну, то же самое, я сижу в этом скафандре, ну, вот тело, да, скафандр, и просто нереально ржачно, я четыре часа с меня вспоминаю разные ситуации, я выходил на улицу, на улицу курить, посмотрел на людей, и не мог просто остановиться, говорю, не важно, мне ржачно, Или, ну, да, прикольно было, с животным голубей летали, то же самое, типа, такие важные голуби, ааа, я знаю, все право, очень ржачно было, и вот четыре часа просто не мог остановиться, потому что, ну, это смешно увидеть, как вот, человек, на самом деле, учится сам у себя, ааа, ну, то есть, вселенную врачу, ну, то есть, людей подгоняют, но человек, на самом деле, сам с собой все время разговаривает, вот, и редко, когда происходит реальная коммуникация, там, когда ты спрашиваешь обратную связь, когда ты спрашиваешь, что ты чувствуешь, а что ты чувствуешь по поводу того, что ты чувствуешь, я только что сказал, а вот, ну, и вот, так, вот, и, ммм, разговор, когда происходит глубже, 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 тогда оно происходит, здесь видно, ты слышишь, начинаешь слышать другого человека, а так, все сам с собой, «Боже, это мой плохой, я тебе сейчас дам!» Вот, ну, это сам себе агрессию выражать, чтобы увидеть, типа, смотри, ты не понимаешь себя. Ну, 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 получается. Работает уже? С Антониной, кто говорил, Нарад, или ты, Нарад? Ну, Нарад, я тебя сразу говорю. С Антониной и ты, Нарад? Да. А потом Марат. Шесть. А потом Марат остался один на один со следствиями. Да, один на один. Смотри, сейчас опять выключится. Все. Анна, ты же ехать в Одессу, я же там… Вот, объясню, как я эффект зеркальности поднимаю для себя и как я его использую в своих жизнях. Опять же, все у меня стоит на чувствах и эмоциях. Так, ножки устали. Все стоит на чувствах и эмоциях. Я сяду. А, нет, так, так, так удобнее. Так, еще раз. Все основывается на чувствах и эмоциях. То есть для меня я использую зеркальность Вселенной не четко по ситуациям, а по тому, что у меня происходит во внутреннем мире. То есть если я общаюсь с человеком, я начинаю испытывать какой-либо дискомфорт, какой-либо раздражение, недовольство, злость, обидчивость, подозрение, недоверие и пошло-поехало. Вот тут я сразу смотрю, я сразу понимаю, вот здесь зеркало, 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 зеркало и работаю с собой. Я направляюсь внутрь и смотрю, почему я не доверяю себе, почему смотря на него я чувствую раздражение. То есть вот человек меня раздражает, вот реально, ну раздражает, да. И придумали прикольную технику вот с зеркалом. Когда человек вас раздражает и вы что-то хотите ему сказать, например, ну почему ты меня не слышишь, почему ты не слышишь, я тебе говорю и так, и так, а до тебя не доходит. Вот вы злитесь, берете зеркало, подходите к зеркалу, ставите вначале свое имя. Наташа, почему ты меня не слышишь, почему я с тобой разговариваю, а до тебя не доходит. Сразу начинаете въезжать, с вами разговаривает ваше тело. И вот все эти претензии к другим людям, ожидания и требования к внешнему миру, ставите вначале свое имя и говорите к зеркалу. Это если вы хотите себя очень глубинно, быстро, капитально понять, проработать и освободиться от этих всех моментов, там, раздражаемости, обидчивости, злости, ну реально оно так мешает. Когда живешь и такой не можешь нормально наслаждаться, то тебя раздражают эти люди, то эти люди. Приходишь, разговариваешь, обижаешься и думаешь, ну когда это уже прекратится. А все просто потому, что опять же все начинается с тела, да, вот есть скафандр. И вот все время мы общаемся сами с собой, со своим телом, чтобы научиться слышать свое тело. Поэтому идешь наружу, чтобы разговаривать и тебя раз зеркалит внутрь. Эй, вот здесь вот ты себя не понимаешь, а вы или я бросаемся на отражение и говорю, почему ты меня не слышишь? Вот эту фразу нужно направить к себе. И просто когда сам ее себе говоришь, то так оно не вставляет. А когда подходите к зеркалу, и очень важно, очень важно говорить именно с той эмоцией, с которой вы хотите сказать это этому человеку. Обычно это такая злость, агрессия, типа, ну что до тебя не доходит, блин, вообще. Вот. И вот точно так же, с такой же эмоциональностью. Не просто вы подходите и говорите, Наташа, почему до тебя не доходит? Так не сработает. Так будете 40 раз говорить, не сработает. Нужны эмоции. Эмоции моментально ввергают вас именно в это состояние, которое там у вас внутри телесно. Вы подходите и говорите, ну блин, Наташа, ну чего ты меня не слышишь? И сразу же начинается реакция. Первый, второй, пятый раз максимум. С людьми, где мы работали, начинается с первого раза. Она уже подходит к зеркалу, ее уже типает, она уже не может сказать эту фразу. Например, была одна ситуация, когда, ну я немного изменю как бы события, чтобы четко не описывать то, что было. Представим меня, да. Я еду в автобусе, я вижу наркомана. Если мне как бы не то, что дискомфортно, во мне это вызывает какие-то чувства, когда хочется подойти и научить человека или посоветовать ему. Или просто ты сидишь на своем месте, ты понимаешь, ты никуда не встанешь, не будешь ему ничего втирать. Когда просто внутри возникает такое сожаление. Типа, как ты можешь гробить так свою жизнь? Вот когда мы пытаемся кого-то научить, а записываем в маршрутке на мобильный телефон эту фразу, которую хочется сказать этому человеку, чтобы научить его жизни. приходим домой, ставим вначале свое имя и говорим, Наташа, как же ты можешь так жить? И начинаем медленно думать, почему мы себе это говорим. То есть, когда мы оправдываемся перед другими людьми, когда мы защищаемся, когда мы доказываем другим свою точку зрения и когда мы пытаемся кого-то научить, вот все эти фразы направлены к нам самим. Потому что оправдание, защита, доказывание и попытка научить без спроса – это уже показатель того, что вы себя очень сильно не понимаете. Здесь агрессия есть, да? Доказывание. Ты пытаешься доказать другому человеку то, что у тебя внутри. Этого должно хватать лично тебе. Почему нужно доказывать другому человеку? Защищаешься – опять же, агрессия. Ты не даешь другому человеку повлиять на твое мнение. Значит, твое ощущение не такое стабильное, если ты защищаешься от внешнего мира, который просто показывает тебе, вот смотри, у тебя не настолько стабильная уверенность в том, что у тебя внутри. И когда хочется научить жизни, это вообще самое элементарное. Потому что хочется научить жизни буквально каждого первого, которого видишь на улице. Либо он бухой, либо он там, не знаю, в татуировках, либо он еще какой-то. И сразу хочется сказать ему, как он должен жить. Записали, если такое рождается в голове. Записали, пришли домой, поставили имя в начале. Как говорит Антон Вилкин, работает на 200%. Все претензии к внешнему миру – это претензии к вам самим, которые вы не слышите. То есть тело вам орет эмоциями, чувствами, зажимами – вы не слышите. Орет агрессии – вы не слышите. И тело начинает уже прямо через ваш рот говорить внешнему миру то, что должно дойти лично до вас. И вот для меня принцип зеркальности основывается на том, что если я испытываю дискомфорт в чувствах и эмоциях, это возможность для меня посмотреть внутрь и найти тот момент, где я чего-то не понимаю или я чего-то не слышу. Где-то, чтобы понять свое тело еще лучше, еще глубже, чтобы прочувствовать, что происходит с моим партнером. Для меня это зеркальность вселенной. Естественно, дальше это распространяется на все сферы нашей жизни. Но сам ключик внутри. То есть тот человек, который испытывает дискомфорт – вот там боль. Там просто боль находится. Когда зеркало показывает то, что резонирует на боль, появляется боль. Помните, потом у нас идет монстр страха. Что будет? А потом у нас идет монстр агрессии. И вот агрессия заставляет и доказывать, и оправдываться, и учить жизни, и отстаивать свою территорию, и с напором идти. То есть монстр агрессии очень хорошо работает. И он вам показывает, вот там внутри должен идти страх, а потом боль. Страх и боль. Страх и боль. То есть когда вы испытываете агрессию, когда вы доказываетесь, защищаетесь, посмотрите, чего вы боитесь. Чего вы боитесь, если вы прекратите это делать? И найдя этот страх, вам нужно понять, что там за боль, как этот страх звучит. Обычно страх звучит, я боюсь остаться одна. Окей, находим, когда вы оставались одна. И для работы с телом есть три шага в подсознании. Мы расширили там даже до четырех уже. То есть благодарность за то, что тело существует. Благодарность за то, что существует подсознание. И благодарность за сопротивление подсознания. То есть когда мы не можем вспомнить, почему мы боимся, не можем вспомнить ситуацию, которая была в детстве, а часто психика блокирует это, то есть три шага. Спасибо телу, что ты есть, просто за то, что ты есть. Спасибо подсознанию, что оно существует. И спасибо подсознанию за сопротивление, потому что оно предотвращает наш прыжок в бездну боли, где психика просто разрушается, разламывается на куски, если нет понимания. И тогда мы с Маратом очень классно работаем, когда у нас такие жопные ситуации, реально что-то не такое вот глубинное, непонятное, и мы не можем туда пробраться. Самарат просто просит свое тело показать ему мягко, аккуратно, показать, что там. И тело начинает давать воспоминания и разные образы, или из фильмов, или из своей жизни воспоминания. И оно потихонечку, медленно, очень плавно, гибко и мягко подводит сознание к осознаванию того, какая там боль. То есть не сразу вбрасывает в боль, а именно постепенно, пошагово, готовя, 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 и потом человек уже понимает, так, ну я примерно начинаю понимать, к чему это все идет. Хорошо, что же там на самом деле? Раз, и оно всплывает. И вот тут становится страшно, становится больно, и вот в эти состояния нужно как можно больше чувства благодарности и нежности, нежности и благодарности, невероятное. Но вот как это делать? Завтра будем, потому что сейчас время уже заканчивается, а там очень большие темы, которые нужно очень глубинно рассказывать. То есть, чтобы понять себя, чтобы понять свое тело, не нужно слишком много. Все очень просто, во Вселенной все реально очень просто. Все сделано так, чтобы ты мог очень легко это сделать, очень просто, очень даже весело. Только если ты прекращаешь сопротивляться. То есть, вы сидите в лекторской там, в аудитории, и лектор рассказывает лекцию, ведет. И вы сидите там, о, этот лектор меня достал. Вы не слышите, что он говорит. Вот сколько можно, он учит меня жизни. Работает зеркало. Блин, надо пойти отвлечься, вы как бы выйдете. Может, слушайте, попереписываемся с вами там, смс-ками с кем-то, отвлекаетесь. Вы не слышите, что говорит вам лектор. Вы не слышите, что говорит вам тело. А именно тело очень четко знает, для чего вы сюда родились. Какие вам навыки надо наработать. И вот пока вы не слышите, и потом вы приходите на экзамен, и что получается? Провал. И ситуация происходит. Провал. Боль. Провал. Боль. Провал. Боль. Что-то нужно сделать. Разотождествиться. Помогает. Но ситуации продолжают происходить. И вот еще какой прикольный момент. Блин, так удобно так сидеть. Прикольный момент, который я хотела задеть. Вот этот вот треугольник. Триумвират. Мне так нравится это слово. Французское. Французское, да? Триумвират. Вот. Есть тело. Есть вы как сознание. И есть вселенная. Только вам как сознание, если не хватает очков. Только вы не дотумкиваете. Что надо делать? И куда двигаться? И вообще, какого фига вы тут? Тело знает. Вселенная знает. И вот происходит болевая ситуация в детстве. Вы отказываетесь ее понимать. Она повторяется снова, снова и снова. Для того, чтобы нервная система прекратила оплачивать монстров страха и агрессии. То есть перенапрягаться. Она же защищает это место боли. Она перенапрягается. Здесь защита. Здесь защита. А здесь агрессия. То есть это огромнейшее. Представьте, это же постоянное вот такое перенапряжение. 24 часа в сутки. Где-то глубоко внутри вас. Почему умиротворение до сих пор телесно не наступает. И оно очень глубоко. Там что-то перенапряжено. Оно держит это в защите. Для того, чтобы вы туда не погружались. Потому что чего не хватает? Для полной картины не хватает кусочка, маленького пазла. Который поставишь на место. И нервная система такая, ну слава богу. И расслабляется. Потому что нервная система в любом случае все стремится к расслаблению, умиротворению, выравниванию, балансу. Правильно? Здесь так же само. Моменты боли это всего лишь отсутствие маленького-маленького кусочка. Понимание. Какого-то базового понимания. И пока его нету, нервная система зажимает страхами, агрессией. И вы начинаете защищаться. Вы начинаете подозревать. Вы начинаете постоянно предполагать, что другой человек может это сделать. Сделать то, что, ну не знаю, ну вот он меня пугает. Сделать то, что снова активирует эту боль, которую нервная система защищает. Но вселенная не бухает. Она отлично работает, не спит, ржет постоянно. И поэтому она начинает зеркалить так, чтобы вы могли понимать, у вас там внутри есть боль. То есть вы начинаете постепенно... Сначала вы испытываете перенапряжение в теле, в руках или в ногах, в каком-то определенном месте, которое бы напоминало вам о том, какая это боль. Потому что у каждого эти символы, символизм тела и сознания свой, у вас у каждого свой символизм диалога. И для кого-то боль в голове будет означать вот этот момент. И вы можете резко вспомнить, а у меня голова болела, когда папа на меня кричал. Вот здесь вот нужно, о, внимательно записали. То есть тело разговаривает, тело подводит вас. А у кого-то, наоборот, у меня колено болит. А это когда я упал с велосипеда и потом меня там очень сильно побили. Я долго там не мог прийти в себя. То есть начинает сначала разговаривать с вами тело. Помните, по контракту очень легко и просто все происходит. Вселенная обязуется, еще и весело. Очень весело потом получается, да. Особенно, когда 50 или 60 лет, ты понимаешь, да, весело. Очень. И вот, забиваюсь, отлично. Так, хорошо вела. Что я там говорила последнее? Тело вообще. Тело вообще. Вселенная безопасна. И делай, чтобы все было просто легко. А, да, и вот, спасибо. Сначала тело дает вам знать перенапряжениями и разными видами боли. Когда еще нет заболеваний. Когда просто перенапряжение, дискомфорт или агрессивные чувства и эмоции. Потому что агрессия, в моем опыте работе с людьми, агрессия, агрессия это в смысле крики, злость, недовольство, раздражение. Это всего лишь крик вашего тела, когда вы вот эти вот первые признаки не слышите. Перенапряжение, боль. Вы говорите, ну это нормально, я как бы устала. Это нормально, что оно болит. Это нормально, что оно болит здесь, что оно болит здесь иногда регулярно. Но это нормально. И вы, в общем, не обращайте на это внимание или занимаетесь другими делами. Вас что-то отвлекает, неважно. Потом у вас рождается агрессия. Постепенно у вас начинает рождаться недовольство и раздражение. Самые первые признаки этого это раздражение и недовольство. Ну это же обычно везде раздражение и недовольство, раздражение и недовольство. Вот тут вот там, например, сколько вот пришли в кафе, да, не подходит официант, ну 5 минут не подходит, ну бывает занят. Да блин, мы же пошли в другое кафе. И вроде нормально, это нормальное поведение, да. Но это недовольство. Ты пришел в это кафе, в чем проблема? Ну посиди еще 5 минут, ты же наслаждаешься. Так же самое раздражение. Это первые признаки, но мы их списываем. Это привычный образ мышления, это привычный образ самовыражения. Это же крутость. Да, ёпарос это, что за официанты здесь? Ну что за бар, ну честное слово, не ресторан какая-то забегаловка. Это же крутость, это же проявление крутости. Мы такие классные, мы можем это сказать прямо, мы можем прямо напхать там официанту. Что ты задержался? Я вот тут сижу, я специально сюда пришел. Специально сюда пришел, сиди и наслаждайся. Вот сначала тело идет. Потом оно начинает вам кричать, и вы начинаете бросаться на отражение. Вы реально начинаете бросаться на отражение. Раздражение, недовольство, агрессия. Причем часто вы не понимаете, а что так только что произошло? Все было нормально. А то раз, и агрессия. Ой, извините, пожалуйста. И идете дальше. Не замечаете этого. Ну так происходит. Был тяжелый рабочий день. Всякое бывает. Это нормально. Это столько нормальных вещей. Тогда вселенная говорит, ну ты вообще издеваешься. По контракту обещал быть осознанным, понимающим, ответственным. Вместо этого какую-то хрень делаешь. Я с тобой разговариваю, ты меня не слышишь. Окей. Тогда надо делать великолепную вещь. Так как у вас нервная система закрывает боль, закрывает боль защитными механизмами, а когда там очень сильная боль, это рождается слепое пятно. Для того, чтобы вы вообще даже не видели, куда идти надо. То есть, значит, там такая боль, что просто гайки. Сейчас я чай возьму. И вот раздражение и недовольство – это признак слепого пятна. Когда мы запрещаем себе что-то, но видя это снаружи, нас это бесит. Просто нереально бесит. Как так люди могут поступать? Ну как так люди могут поступать? А прикол слепого пятна в том, что говоришь человеку, ну по сути ты сам так поступаешь, но не видишь. Я так не поступаю. Да ты что, я нет, я никогда. Проходит часик. Ну вот была одна ситуация. Проходит два часика. Ну ладно, две ситуации. Проходит день. Блин, я столько накопал, и оказывается везде это делаю. То есть слепое пятно так работает, чтобы вы этого не видели. Потому что у вас нет пазла, который облегчит вашу боль, который выровняет понимание. И нервная система и тело, они намного мудрее нас, как сознание, которые с лампочкой в 20 ватт на 400 очков приходят и хотят стать драконами на Орионе. Она намного мудрее. Она говорит, не лезь туда. Ты же не понимаешь вообще, не шаришь в психике. Да не лезь туда. Сначала тебе нужно понять и это, и это, и это. А мы такие, нужно говна побольше поднять. Смысл? Нужно понять просто базовые вещи и напряжение сами расслабиться. Какого хрена поднимать столько говна? Типа, мне очень понравился этот момент. Ой, я типа сказала отлично, хоть запомнила это. Мне нравится очень один момент. Если я подняла много говна, если мне очень херово, телесно, значит я классно проработала себя. Вы издеваетесь? Это как ребенка, если его рвет от еды, значит он наелся, он хорошо качественно покушал. Это же тело, мы же о нем заботимся, типа. 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 Да. Вообще, слово паразит. В Питере появилось на второй день. Ужас. А что в Москве? О, господи, страшно подумать. Буду типкать. А какое там слово паразит в Москве? Там интернация такая специфическая. Да, там акают. Я в Одессе слышала. Каждый на своем путем. Однозначно. Так, это я о чем говорила? Так вот, тело очень мудрое. И когда не хватает понимания, а вы копаете все больше говна, типа чтобы было понимание. Вы говно копаете, а не понимание ищите. Вы понимаете, это разные вещи. Можно копать говно, а можно начать понимать базовые моменты. То есть найти, какие базовые моменты вы не используете в жизни. Какие базовые моменты не получается использовать в жизни. понимание, понимание себя, понимание других. Ну, для меня базовый момент это понимание тела, понимание языка Вселенной и чувствовать. Чувствовать вот это вот, что оно все живое. Чувствовать общую взаимосвязь. Не в смысле копаться в других людях, а чувствовать безопасность. Когда включается телесное ощущение Вселенной, это включается телесное ощущение безопасности. Вот как ты, Наташа, говорила. В метро ощущение, как будто у себя в комнате. Никакой разницы. Реально. Никакой разницы. Где ты в маршрутке в страшном темном месте. Тело чувствует, что это Вселенная. Вселенная не бухает и не сидит и не думает. Брошу монетку. Кому я сегодня насолю? Ну так, чтобы хорошенько. Она безопасна. Она заботится. В моменте, когда мы зажимаем все эти вещи, ситуации, чтобы было постабильнее. Она не может с нами танцевать. Потому что мы отказываемся. Мы отказываемся танцевать. Так, я очень хорошо ушла далеко от темы. Уже ловлю себя на этом. И поэтому тело, оно говорит, найди понимание. Найди понимание, чтобы нервная система расслабилась. И там вместо боли уже была ясность и благодарность. И тогда не надо тут копать говно. Натыкаться, биться головой об зеркала до упаду, до головной боли. А сейчас так и бывает. Доказываешь человеку, уже у самого голова болит реально. И я такой, да сколько ж ты, ты что вообще полный идиот. И вставил вначале свое имя. И вот вселенная делает офигительную вещь. Когда мы прекращаем это все слышать, вернее не хотим это слышать, сопротивляемся. Говорим, это нормально, это нормально, это нормально. И с этим я справлюсь, и с этим я смирюсь. И это я принимаю, так как и все хорошо, и в этом живу. Главное, чтобы не понимать, что происходит. Почему я делаю такой выбор. Самое сложное понять, почему я делаю такой выбор. И почему со мной это происходит. Я делаю выбор выражать что-то. И это происходит. Так вот вселенная делает прикольную вещь. У нас же существует сексуальная энергия и существует сердечная тяга. Я так называю, душевное влечение, любовь, сердечная тяга. Против чего сопротивляться очень нереально. Потому что если уже есть сексуальное влечение, то вот спишь, кушаешь, что-то еще делаешь, там зудит. Если есть сердечная тяга, то там зудит так, там горит просто. Ты не можешь без этого человека. И вселенная делает просто, не знаю, ход конем, рокировку, съедает королеву. Она просто вбрасывает вас в центр вашей боли. Вы не хотите вот так вот пройти через мелкие, медленные тела, раздражение, недовольство, агрессия. Не хотите так? Окей. Вы начинаете испытывать сексуальную или сердечную тягу к тому человеку, который прямо вас вот туда вот вбросит в эту боль. Чтобы наконец-то вы увидели, ооо, а ведь в отношениях это там столько боли, там столько ожиданий сразу, там сразу видишь всего себя настоящего. И вот вселенная делает отличный ход конем. Она говорит, окей. И вы начинаете испытывать влюбленность, тягу к другому существу. Оно не оправдывает ваших ожиданий. Боже, как больно. Театр одного актера продолжается. Причем перед зеркалом. Ведь суть отношений в чем? У вас, например, для меня суть отношений в чем? У меня есть чувство любви к человеку. Оно есть во мне. Оно есть во мне. Если другой человек, например, не хочет, или у него другая жизнь, или у нас не совпадают интересы, и мы не можем найти общий язык. Чувство любви не превращается в боль. Оно превращается в боль только тогда, когда я на него, на этого человека кладу обязанности и говорю, ты обязан, ты должен, раз я тебя люблю, имей совесть, соответствуй же. А он не соответствует, и мне больно. Я говорю, ты что, издеваешься? Мне-то больно. Ты соответствуешь. Ты что? Ты меня не любишь. У меня на тебе столько ожиданий. Ты меня не любишь, раз заставляешь меня испытывать боль. Потому что ты же не исполняешь моих ожиданий. Вот такая шизофрения. Реально театр сам собой. Вселенная говорит, хорошо, не хочешь просто и легко. Будет просто и легко с другой стороны. Потому что мы влюбляемся просто и легко. Это просто происходит. Оно так прямо выворачивает наизнанку всего тебя. И ты думаешь, ой, нет, я больше так не хочу. Лучше брать по контракту. Держись от меня подальше. Секс, да, но влюбленность. Ой, не надо мне вашу влюбленность. Я уже знаю. Видел свою боль там. Я там уже видел свою боль. Не хочу. И снова мы говорим, я не хочу понимать себя. Вы издеваетесь, что ли? Театр одного актера перед зеркалом лбом об зеркало продолжается снова. А все что нужно? Понять тот момент, на который все время вселенная вас выруливает вместе с телом. Потому что вам нужно понять один пазл. Блин, один маленький кусочек. И все становится на места. Жизнь меняется, преображается. Все, все, все сразу изменяется. Все сразу гармонично становится. И здесь, и здесь, и здесь. Ну правильно, у нас когда уже реальная жопа происходит, мы такие, ну хорошо. Вы уговорили. Да, уговорили уже так хреново так и быть. Вы понимаете этот момент. Вы понимаете этот кусочек. Не знаю, ходите на холотропку или еще куда-то. Приходите сюда. Вы понимаете этот кусочек. Вам уже лет 50-60. О боже. И вы такие, о боже. Что же это я 40 лет фигней страдал? Как это я так мог? Ой, тут включается чувство вины. Да. И сразу вы понимаете, вы, кажется, не до конца этот пазл поняли, раз все еще больно. Короче, нужно все время быть внимательными. Понимаете, внимательными к себе. Как можно быть внимательным к другому существу, в которого вы влюбляетесь, если вы даже не внимательны к себе? Вы видите, какой вы огромнейший конгломерат? Чувство эмоций, личность, ум, тело, голова, сердце, гениталии, энергии. Это же столько всего. Если всего этого не понимать, то как играть? Это там типа, а, здравствуйте. О, я пойду по пису, я пойду по каку, я пойду на работу. Прямо как в игре Sims. Кто играл? Все реально очень просто. Все устроено очень просто. Когда начинаешь понимать. Когда первая реакция не, отойдет меня подальше, пожалуйста. А реакция, интересно, а ты кто? А что у тебя внутри? Как ты меня отзеркальств? Где у меня еще дыра-то? А вот сейчас я реально прихожу к моменту, когда я не знаю, чего я хочу от отношений. Вот реально не знаю. То есть вот все уже, ну как вот, все есть. Да, даже не страшно так говорить. Все есть внутри. И интересы, дружба, общие занятия. Все есть вот в дружбе. А хотеть партнера только ради секса, это как-то немного не в ту сторону. Да и сексуальное желание, когда вы становитесь целостным и реально телесно начинаете чувствовать единство. Ну не знаю, как и других, но у меня сексуальное желание возникает уже не к физической оболочке, а к внутренним проявлениям энергии. Насколько источник единства проявлено в теле. Вот настолько моя кундалини реагирует на человека. И тут уже хоть головой об пол бейся, чтобы захотеть другого человека. Она говорит, ну ты конечно издеваешься, да? Ну и что? Тут же, ну резонанс же нужен. Вот, так что вот на сегодня все, а завтра? А завтра практика, как себя гладить, как себя целовать пяточки, ручки, коленки. Спасибо. Пожалуйста, вам спасибо, что вы пришли.